Уютная гостиница вдохновения, банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Ну что же, кто-то ищет преступников в костюме супергероя, а кто-то охотится за покемонами. Мы продолжаем рассказывать о современных играх взрослых людей. Покемон-мания захватила мир, и Клин, между прочим, тоже в теме. Кто и как в реальности ловит кибер-монстров, расскажем в сюжете. Хочешь увидеть моих новых покемонов? Конечно, не терпится увидеть, каких покемонов ты поймала. Покемоны вернулись. Мегапопулярные в 90-е карманные монстры, именно так переводится слово покемон, снова в игре. Покемон Гоу захватила планету. В социальных сетях по всему миру сотни групп и миллионы фанатов. Клин тоже подсел. Сейчас легче спросить, у кого еще нет приложения Покемон Гоу на смартфоне. Играют все. Давайте одного ловить. Ловим... Иве не поймали. Давай каторку ловить. После работы Артем с друзьями спешит не домой, а искать по городу покемонов. И в этой охоте за японскими монстрами молодой человек видит больше плюсов, чем минусов. Гулять по улице, познакомиться, оторваться от компьютера, расслабиться после работы. Может быть съездить в другой город. Одна из главных целей этой игры – поймать покемона. Покемон Гоу основана на технологии дополненной реальности, то есть цифровой и реальной миры соединяются. На экране смартфона отображается картинка – покемон, который сидит у фонтана, в реальном магазине или на крыше реального дома. Покемоны, они появляются, спавнятся в тех местах, где есть большое скопление народу, то есть большое скопление играющих людей. И чем больше играет людей, тем больше более редких покемонов появляется в этом месте. Соответственно, получается вот этот весь ажиотаж, когда большая толпа просто в сторону бежит, увидев там непределенно редкого покемона вдали от себя. В Клину азарт ловцов не очень заметен. Между тем, в некоторых европейских странах покемономания сродни массовому психозу. Перекрываются автострады, штурмуются режимные объекты, вплоть до применения реального оружия. И все это ради виртуального превосходства. Лучшая награда для геймера – добыть редкого покемона. Сейчас в игре 146, 4 есть эксклюзивных, попадаются только в Европе, один только в Азии, один только в Австралии, один только в Америке. Покемон Го уже не просто игра, а целая индустрия. На японских монстрах делают бизнес-производители, страховщики, рестораторы и даже банкиры. Сбербанк, к примеру, предлагает застраховать себя на случай травмы во время игры. В общем, самые продвинутые видят в Покемон Гоу не просто способ развлечься, а возможность заработать. Мне интересна эта игра со стороны бизнеса. Потому что можно не просто ловить покемонов, а можно пользоваться этими покемонами. Можно привлекать. То есть в игре есть внутриигровая валюта. Можно сделать таким образом, чтобы к магазину, либо к офису, к чему угодно можно привлекать этих покемонов. Люди собираются, люди там тусуются. То есть таким образом получается, это либо реклама, либо ты привлекаешь людей. Это однозначно продвижение. Бешеный интерес к покемонам тут же подхватили туроператоры. И уже предлагают охотникам за карманными монстрами специальные покемона-путешествия. Испанский туроператор разработал такую программу на 13 дней пребывания в США. Но массовых запросов в туристический рынок России не получал, и вряд ли они будут. Это сказывается тем, что перелет до США, а также некоторые проблемы с получением визы США будут иметь значение даже для больших фанатов-захватчиков покемонов. Грань между здоровым интересом к игре и сумасшествием каждый проводит сам. В современном мире мы уже не представляем своей жизни без гаджетов. А разработчики каждый раз подкидывают пользователям что-то новое и интересное. Это реальность, и ее невозможно не принимать. Покемон Гоу считают специалисты всего лишь очередная модная тенденция. Основная масса людей наиграется в это и забудут про это все. Придут новые игры, может быть уже другого какого-то качества, на другой какой-то ступени развития, сововлечения каких-то других таких более сложных систем, технологий. Это наш мир, и надо к нему адаптироваться. Нужно уметь и защищаться от этого, уметь принимать эти вещи. Нашумевшая во всем мире Покемон Гоу – это только первое поколение игры. К слову сказать, ежедневно приносит правообладателю, компании Нинтендо, 5 миллионов долларов. И это при том, что русская версия игры еще не вышла. Но Россия научилась качать американские приложения и играет вместе со всем миром. Фанаты покемонов ждут продолжения. Разработчик обещал выход всех пяти поколений. Сейчас в игре представлено только первое поколение. Нету финала, никакого. Олеся Трабенкова, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.